Сегодня я хочу с вами поговорить про еще одного великого мудреца, комментатора Кторе, хотя его не так уж рассматривают, как комментарий Кторе, это автор книги Акейда, Балакейда, так называемый, Акейда Т'Ицхак, полное название книги, Раби Ицхак Арама, вот такой великий мудрец, среди испанских евреев, где-то на границе между Ришоним и Ахроним. Можно его рассматривать как последнее время Ришоним или как скорее ранних Ахроним, да, Ацкроп помещает этих людей уже в категорию ранних Ахронима, Барбанеля и Раби Ицхак Арама, закат, так сказать, перед испанским изгнанием, ну, конечно, Барбанель сам пережил испанское изгнание, и также Раби Ицхак Арама на пару лет пережил испанское изгнание, закончил свою жизнь вроде бы в Италии. Так вот, эта книга Акейда, она когда-то считалась фундаментальной книгой еврейской мысли, и он разделяет ее на шарим, на фактически врата, хотя врата соответствуют в основном главам Торы. Вот сегодня я переведу отрывок из 50-х врат, которые, в принципе, относятся к главе Трума, но, как мы видим, задевают целый ряд различных тем, и в том числе даже то, что будет сейчас в недельной главе Шелахлиха, да, каким-то боком будет относиться. То есть, фактически, его трудно назвать в комментариях Торе, скорее, это общая философская книга, в которой очень много глубоких идей и важных хидушем. Вот это одно из моих любимых мест, я не читал, конечно, всю эту книгу, но, во всяком случае, это место достаточно известно, и хотелось бы мне упомянуть, потому что здесь очень большой хидуш. Итак, значит, в 50-й главе он обсуждает построение храма, потому что здесь глава Трума обсуждает, как строился храм в пустыне, и у него целый ряд вопросов, поэтому он немножко похож на Барбанеля, сначала вопросы, потом ответы. Я пытаюсь сначала суммировать вопросы, не читая весь текст, а потом попробуем ответ уже частично прочесть из самих его святых слов. Во-первых, очевидный вопрос, почему Тора так подробно описывает повеление, как построить мешкан в пустыне, но ведь если бы не грех с разведчиками, о котором мы будем читать здесь в главе Шилах-Леха, мы бы зашли в землю Израиля сразу же, и поэтому весь храм, который стал в пустыне, он бы буквально простоял совсем недолго, несколько месяцев буквально. Его поставили первого Ниссана, а в землю Израиля мы бы зашли, допустим, в Аф, если бы не грех разведчиков, мы бы сразу в месяц Аф, наверное, зашли. То есть буквально 5-6 месяцев простоял бы храм в пустыне. Так из-за этого Тора так подробно описывает все детали, как Всевышний повелел Моше делать этот храм. При том, что как построить храм в Иерусалиме не описано, чтобы Всевышний повелел четко, дал точные инструкции. Сам храм описан довольно подробно, но он имеет в виду наверняка, что нету нигде в Танахе конкретных повелений. Построй так-то, сделай так-то. Как он пишет здесь, что единственное, что мы находим, это в Диври Аямим, что Давид передал Шлома своему сыну, «тавнит хаулам», форму, видимо, карту какую-то, наверное, масштабную, то есть, как должен выглядеть улам, вид ботавы, в общем, разные части храмовых комнат и тому подобное, алиотав, там верхы, хадарав апнемит, апнемим. То есть, Давид передал Шлома какую-то схему будущего храма и сказал, что это, говорит, То есть, он говорит, что это все написано было, как говорится, «смияд Гошем», как, да, как Всевышний ему дал уразуметь Хискиль. То есть, такое ощущение, что это не такой же уровень, как пророчество Мамаш, так понимает Банакейда, что не то, что Всевышний ему продиктовал, как Мушет, точно как делать, а Давид просто получил особую, так сказать, помощь с неба, да, руах, да, акодыш, с которым он понял, как правильно построить храм. Да, как он пишет, Да, что это просто было Хискиль, да, он, как бы, был определенный уровень руах, акодыш. То есть, то, что не получает человек, когда он разумеет и думает, а торит, он получает помощь с неба, так сказать, от него благословенного Всевышнего. Но не имеется в виду, что Давид Мамаш ведет в пророчество точно, как построить храм. Так почему же храм, который был в Иерусалиме, не описан точно, в то время как храм, который должен был существовать, если бы мы не согрешили всего лишь несколько месяцев, описан настолько точно повеление Всевышнего? Это первый вопрос. Второй вопрос в отношении того, что говорится, что митсва была у евреев, когда они зашли в землю Израиля, в том числе построить храм. Почему же так они долго тянули и никакого повеления не было сказано? Вот, например, Шауле было сказано, воевать с Амалеком, а нигде не сказано, чтобы захотели, да, чтобы Всевышний сообщил им построить храм. Все эти годы. Если это такая важная митсва. И еще, если причина, почему Давид не мог построить храм, как обычно объясняют на базе стихов Деври Аямим, что он пролил много крови, да, Давид же сам захотел построить храм, Всевышний ему не повелел. И наоборот, когда Давид решил это сделать, то пророк Натан на следующий день пришел к нему и сказал, что Всевышний сообщил ему, что он не построит, его сын построит. Так, казалось бы, да, почему? Нет. Книга Шмуэля нам не говорит, почему. Но книга Деври Аямим объясняет, что потому что он много крови пролил. Что человек, который столько воевал, хотя он воевал ради спасения еврейского народа и защиты нашей, и во время Давида было очень благополучно у евреев, да, тогда по-другому было невозможно, либо ты их, либо они тебя. Поэтому Давид воевал, действительно пролил много крови, но все равно для храма не годится такой человек, который много пролил крови. Так, казалось бы, говорит автор Акейды, но ведь и Шлому у него было много других грехов, и даже похуже гораздо Давида, как книга Млахим описывает. Еще много не написанного из уважения к Шлому. Да как же так, да, что Шлому заслужил построить храм тогда, когда Давид не заслужил? Да, Шлому меньше всех подходил для построения храма, говорит автор Акейды. И, наконец, последнее, если действительно цель Всевышнего была тот храм, который построил Шлому, почему он в результате так плохо кончил? И насчет этого кричал пророк, да, кричал Итана Израхий, да, автор Псалма 89, да, что он буквально не понимал, как такое может быть, что все то, что было обещано, где это все исполняется, да, мы только окружены врагами, да, и постоянно мучаемся. А то, что будет во время, когда будет построен храм, описывается как великие времена, прекрасные времена, и Всевышний будет с нами, и с тем, кто построит этот храм. Он говорит, что у меня вот были все эти сфейкот, все эти неуверенности, и мне, говорит, открылся секрет от Всевышнего, сот камус элоки, божественный секрет, говорит он, что мне открылся из всех этих удивительных вещей, который скрыт от сердец людей. То есть он сейчас делает очень большой хидуш. Фактически он сейчас скажет, что тот храм, который был предсказан, о котором говорится, что сын Давида построят, не имеет в виду сын, то есть Шлома, а имеет в виду потомок, сын иногда значит потомок, имеется в виду Машех, как мы сейчас прочтем. Что Шлома, на самом деле, построил храм, который он думал, что исполнить те пророчества, о которых было сказано, но вовсе так не произошло. Да, все пошло, да, из-за грехов самого Шлома, и потом из-за других грехов, все пошло по-другому. То есть мог бы быть, наверное, да, храм от Шлома тем самым, но не получилось, что на самом деле все предсказания, которые сказаны были не избылить во время Шлома. И наоборот, он сам испортил в конце жизни свою. Танах же его очень критикует, из-за его жен, которые многие были идолопоклонницами, из дочек царей. Шлома-то брал их, может быть, лишь им Шамаем, и старался таким образом сделать союзы с разными государствами, но получилось, что он не мог позже контролировать, он состарился и слабым был, а они там насадили идолопоклонство прямо в центре у нас в Иерусалиме. Значит, начинается его ответ, что кого на Всевышнего была, чтобы он, так сказать, жил среди нас в каком-то смысле. Да, эта идея похожа на то, что пишет Град, что почему в Торе обычно не описываются награды. Наказания описываются, награды обычно не описываются. Но на самом деле награда индивидуума, она в будущем мире, после смерти. А Тора обычно такие вещи вообще не описывает открыто, только подсказками. Но и в этом мире есть величайшая из наград. Чем ждать, пока душа человека поднимется наверх, есть величайшая награда, когда наоборот, Всевышний спустится к нам в каком-то смысле, что его слава, так сказать, его присутствие будет чувствоваться всеми, когда Всевышний будет среди нас. А эта награда таки описана в Торе. Очень четко описано, что я буду ходить среди вас. Это описано во всех местах, где Тора описывает наши, если заслужим нашу награду. Такой Всевышний хотел, чтобы у нас было место, где, так сказать, его присутствие особенно заметно чувствуется, да, духовность этого места. Это вот храм, который он захотел, тем, что бы мы построили. Но из-за греха разведчиков мы, так сказать, отодвинули эту возможность. То есть у нас был храм, который был в пустыне, но вот то, что мы бы имели потом в земле Израиля и настоящее приближение Всевышнего максимальное, мы отодвинули тем, что послушались разведчиков и привели, так сказать, бехи алюдорот, как говорят наши мудрецы, плач на все поколения. И в том числе теперь было назначено, что евреи должны будут быть изгнаны, что все вот изгнания, это получается тоже продолжение наказаний за грехи разведчиков. Мы привыкли думать, что из-за разведчиков евреи были 40 лет в пустыне. На самом деле и другие изгнания тоже, в каком-то смысле, продолжение того же самого. Раз мы тогда презрели землю Израиля, то и потом нас выпрёвывает земля Израиля, и мы снова изгоняемся. Обычно это комбинация факторов, да, то, что тогда совершили разведчики, плюс конкретные поводы в каждом том поколении, в котором произошло изгнание. Ну и, соответственно, в более позднем поколении, когда изгнание не закончилось. И на каждом поколении, когда они не вернулись мы из изгнания, не было построено храм, как будто мы его разрушили, да, как будто в нашем поколении он был разрушен, как известно, слова наших мудрецов. И пророк Хескель, который жил как раз, да, его пророчество в Вавилонском изгнании, его книга начинается с духовной, мерковой, да, там, в том, что происходит наверху, да, секреты Торы, самые мистические места, это мерковая Хескеля, окончается, мы недавно же переводили, год или больше назад, книгу Хескеля, там весь, фактически, конец этой книги, это все про храм, гораздо даже более подробно, чем голова Трума, чем храм, который был в пустыне. Все детали храма описаны там. То есть сначала, значит, то, что наверху, а потом то, что проекция внизу. И в этом цель книги Хескеля. Какой будет храм, когда мы вернемся из изгнания. И именно в Хескеле описывается, да, как мы будем полностью очищены, заслуживая вернуться от изгнания. Ведь многие из этих стихов у нас поместили в молитвы Йом-Кипура, особенно в конце, да, кульминации Йом-Кипура, молитва, молитва, пятая молитва, да, Ниила. Там очень много стихов из Йехескеля взято. Я очищу вас, я на вас прысну воды, очищение. И вот тогда описывается после этого видение точно, какой будет храм. И он даже замечает, что, смотрите, говорит, что первое видение Хескеля Миркава в самом начале упомято, что это было Беревии Бхамишала Ходыш. То есть это было в месяц Томуз, как раз когда разведчики в этот момент разведывали землю Израиля, то, что привело ко всем разрушениям. А вот в конце говорится, что он сам Йом-Кипур. Юбилейный год, как Хазаль объясняет, было в Йом-Кипур, 10-го числа, 7-го месяца видения, связанный, да, с нашим избавлением и храмом. И когда наш народ зашел в землю Израиля, они не уничтожили идолопоклонников, которые их бы подстрекали, да, и, как известно, это был первый из грехов, описанных в книге Шофтим, что местные нации остались с ними, так сказать, в друзьях. И потом подстрекали и приводили евреев постоянно к этому поклонству. И потом, позже, когда Давид захотел построить храм, Всевышний ему сказал, что мне, я это не человека потребую. Наступит день, но не сейчас. А то, что сказал Всевышний Давиду, что когда закончатся твои дни, киемлуя меха, да, ты проживешь длинную жизнь, а не когда ты, так сказать, заснешь с отцами, то есть умрешь, то я с твоим потомством, да, сделаю союз и так далее. То Давид и позже Шлома поняли, что имеется в виду он сам, да, его сын, который построит храм. И Всевышний не остановил это понимание. Но главное, кого она говорит, была вовсе не по отношению к Шлому, а по отношению к Машиху. Что я вам из-за роли голят Исраэль мега глиот, что из его потомства в результате из Давида выйдет человек, который спасет еврейский народ из изгнания. Ашерала в Бабе Невод, Лисофа Ишуод, про него сказано в конце спасений, да, в Ехэскеле, в 34 главе, в Акимоте Алихем Роэхад, Вера Аэтхен, это Авди Давид, да, что говорится, там, про то, что раньше евреи еще спорили друг с другом, было два дома, Иосиф и Игуда, так Ехэскель говорит, что в конце дней, мы, кстати, выбрали это как хафтору к главе Ваегаш, да, там тоже эпизод между Иосифом и Игудой, только вот в конце дней споров не будет, будет один, Роэхад, один пастух для всех, для них, Авди Давид, видите, Ихэскель называет потомка Давида просто Давидом, он будет как Давид, что мой слуга Давид будет их принцем, и я так сказал, я так заключил. Когда будет спокойно у евреев все, в конце дней, вот тогда это все сбудется. И это то, что я, говорит, объясняю в отношении стихов Диври Аямим, когда там сказано Веакимотият Зараха Хареха Аширеем Ибанеха Веакимотият Малхуто, что когда он пообещал Давиду, что он ему, его потомству, его сыну, союз продолжит. Альдавар Асмошнит Навала Вишаяху, это тоже, что говорил когда-то Иишаяху в 11 главе, Здесь намек может быть на Машиеха, но в потенциале тогда могут быть намек и на Хискияху. Царь Хискияху тоже был потенциальный Машиех, и так говорит Талмуд. Все эти пророчества, они про спасение, про успех в мире, который уже никогда не закончится, в отличие от того, что было во время первого храма, уже успех в конце дня будет навсегда. И вот теперь я хочу перевести уже сами слова Акеды, самое главное, что он здесь напишет. Тоже кое-что пропускает, но в основном, его описание в его главном ответе. Что также в его словах, когда шло ему во время, когда инаугурация храма происходила, смотрите, что он сказал. Вот благословим Всевышний Бог Израиля, который сказал моему отцу Давиду, моему отцу Давиду, что то, что ты хочешь построить дом для меня, это хорошо, но ты не построишь этот дом, а вот кто-то выйдет из твоих чресел, он построит этот дом. И уже говорит Хазаль, ну, смотрите, здесь Зухар, видите, Хазаль здесь, это Зухар, сказали, что он не выбрал город, но он выбрал Давида. Какое отношение имеет? Начало к концу, вроде, да, независимые вещи. Всевышний сказал Давиду, что я еще не выбрал город, но я выбрал тебя, чтобы ты правил над евреями. Коль шекен аль едей шауль шило гая келеваво, да, уж тем более он не хотел, чтобы строил дом еще Шауль, первый царь Израиля, который и так не был, как так сказать, достаточно хорошим перед Всевышним. А нам гаяем левав Давид мят смоли в нот байт, но Давид сам хотел построить дом, да, Всевышний ему не сказал никакой заповеди. Этим он отвечает на вопрос, почему Всевышний не сообщил об этой заповеди построить храм. На самом деле еще время не пришло, но Давид сам, так сказать, проснулся ли и торрами лимата, чтобы построить храм. И Всевышний его отодвинул и сказал, что ты не будешь строить храм. А вот дальше продолжает Шлома в своей молитве Элешауха шавлятсмо. Он думает, что это относилось к нему самому насчет потомка Давида, который построит храм, что это имеется в виду он сам Шлома. Кимошаамар бисамух, как он сказал дальше, Ваякома шаме дворо, Всевышний исполнил свое слово Ашердибер, Я теперь на месте Давида, своего отца, Я сижу на престоле Израиля, Я построил этот дом, Кихашав, Кикимоша, Малах, Тахтав. Он подумал, раз он теперь правит на месте Давида, Ху Ашер, Явне, Габаит, Хазе. Значит, про него сказано, что он построит этот дом. Винэ, Гакелит, Барах, Идриху, Альпи, Махшавато, Ганехуна, Вилома нам немену. И Всевышний, соответственно, раз Шлома хотел сделать все-таки хорошую вещь, храм, даже временный, это тоже храм, то Всевышний его не остановил и вел его по пути, по которому он сам хотел идти. Не остановил его. На самом деле уже Давид многое сделал для этого храма. Он же собрал материалы и все приготовил, и чертежи тоже, как мы говорили, схемы. Что, говорит, это тоже было как приготовление, это было как бы одна из ступеней, шлавим, как говорят на иврите, ступеней к будущему исправлению, что временный храм, это тоже было от него определенная польза. Перед тем вечным храмом, который будет в конце дней. Еще будет объяснено. Но Геси-Вышний его предупредил, Шломо, что тот не подумал, что это и есть тот самый храм, о котором говорится, что он вечно будет стоять и тому подобное. Или, допустим, Шломо решит поклясться, что никогда этот храм не будет разрушен, что мы никогда его не разрушим. А на самом деле, это от него не зависит. Смотри, что написано в самой же книге Малахим, пока еще Шломо строит храм. В шестой главе. В первой части Малахим. Да, да, вот он цитировал в восьмую главу, когда инаугурация храма происходит. Но еще в шестой главе было сказано, что только если ты будешь ходить по моим путям, вот тогда я буду соблюдать с тобой свой союз навсегда. Я тогда буду действительно среди евреев, а не брошу их. Говорится, что Шломо дальше строил храм. То есть, Шломо, видимо, не совсем обратил внимание, но вообще-то было все условно сказано. И Всевышний его предупредил прямо посредине строительства, что только если будете хорошо себя вести, тогда только он будет с нами. Что он поставил большое условие, Всевышний поставил. Что это строительство, оно условное, да, это слово и зависит. Ашер им и каемо там, если они исполняют свои условия, свою часть союза, тогда действительно он станет тем самым сыном, про которого эти пророчества сбудутся. Ашер нишба давидала. Амнам им лоитка и каемам, но если не исполнит он эти слова, тогда ничего из этого не сбудется. И это вот то, что сказано в конце, в девятой главе, им шо вташувун, в их рати, это Исраэль, да, что Всевышний предупредил. Если вы от меня уйдете, то я отрежу этот храм, и евреев, я сброшу этот храм от своего лица, вихая Исраэль и Маша, лишнина, евреи станут притчами во языцах, да, их страдания, что люди, которые будут проходить мимо, будут присвистывать, увидев все разрушение, разрушение ужасное. Так было, кстати, до недавнего времени в Израиле, да, в 18-19 века, конец 19 века, все было разрушено. Чем более свято, тем более разрушено. И так же в Рамбане, во время Рамбана, ну, 700 лет назад, когда он приехал, чем более свято, тем более разрушено, говорит. Вот, так говорит, что казалось бы, в день инаугурации храма, такой веселый день, почему-то Всевышний в этот момент стал это все предупреждать снова. Потому что на самом деле, да, это все условия, самое главное во всем этом, чтобы понять правильно, что этот храм не обязательно исполнили те пророчества, которые были сказаны. Видите, он даже больше говорит, что Всевышний уже заранее знал, что евреи согрешат, и шлома согрешит. Да, как бы, не противоречит свободе выбора. Мы говорили в другом месте, что это не такой простой вопрос насчет знания Всевышнего и свободы выбора. Но, как бы там ни было, Всевышний не сказал открыто, что вы согрешите, но подсказал, и поэтому именно в день инаугурации уже предупредил еще раз. Веселый день их предупредил. Шая Галубия Дуа, шилой ешмиру ата найма. Потому что они в результате не... Всевышний знал, что они не 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 исполняют условия. Ходиа ма шея нахон мееталуким, да, поэтому он подсказал то, что потом произойдет от Всевышнего, мемагерла сутом, и то, что он вскоре сделает. Ме кемоши беер ирмиягу, то, что сказано в правоке ирмиягу, ки аля пиви аль хамати гайта гаи разот ли фанай, лиминаем ашер бану отай. Он заодно объясняет сложный стих вермиягу, что такое ощущение, что Всевышний сразу же ненавидел, да, в моем гневе против меня было самое начало, и этот город, и этот храм. Казалось бы, странно, вначале вроде все было хорошо, но вот он хочет сказать, что уже сначала Всевышний, так как знал, что произойдет, то уже перед ним это было уже как будто отвергнуто, храм с самого начала. Вейн сафик шаля байт хая о мер шигу и каргаир, да, что когда говорится город, имеется в виду сам дом, сам храм. В отличие от экспертации Хазаря, этого стиха, в который я сейчас до вас не буду, он хочет сказать, что когда говорится, да, этот город был аля пиви аль хамати, имеется в виду храм, он говорит, не может иметь в виду просто город. Вейней, Давид амелых лоша хаха иньян азе, хахамур битсавато михмат мита, даже Давид, когда умирал, он помнил об этом во всем, это условие важное, поэтому подчеркнул Шломо, что только если ты будешь ходить перед Всевышним, ла лехат лиф на беемет, бихоль ливавам, бихоль навшам, да, перед смертью сказал Давид Шломо, только тогда через тебя исполнятся все эти пророчества. Ходи аки бешмира татана им хахема, и еху хаиш ашер хугада лав, тогда действительно он будет тем человеком, про кого сказано, что он построит храм. А валь безулатам, но если нет этих условий, и еху хотор венесер ашер хугада лав лимирхо, тогда это будет какой-то потомок в будущем далеком. И также он цитирует один из Ширамалут, который начинается, лишь Ломо. И, видимо, он считает, что Давид его написал, и посвящен он Шломо, не имеется в виду, что сам Шломо написал. И что Давид сказал, сразу же ему, опять же, вот такое условие, что им хашем ло евне бает, если Всевышний построит дом, то в пустоту старались строители. Да, самое главное, чтобы Всевышний был с нами. И я на этом на сегодня закончу. Тут он еще много продолжает, но вы видите, что его общий стиль, это использовать, можно сказать, недельную главу, как трамплин, чтобы объяснить многие дополнительные вещи. И заодно это можно рассматривать и как комментарий ко всему Танаху, и к сложным местам. Видите, можно много разных хедушим его видеть в разных местах, когда он цитирует и объясняет заодно по ходу дела. И, как я сказал, когда-то книга была невероятно популярной и очень влиятельной. Сейчас ее мало кто изучает, но, во всяком случае, для хотя бы какой-то пробы для нас, я думаю, это было полезно, я надеюсь, хоть один отрывок. И, если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.